С утра сотрудники государственной автоинспекции УВД города Сухум проверяли, как соблюдаются санитарно-эпидемиологические предписания в Абхазском государственном университете. Здесь профилактическую работу проводили две группы. Одна работала внутри учреждения. Распространение вируса, поэтому надо отнестись ответственно, в масках. Естественно, слушать преподавателей. Тяжело? Нет. Не должно быть тяжело. Хорошая учеба. Руководство вуза принимает все необходимые санитарные меры, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. Все студенты соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. Мы соблюдаем масочный режим, соблюдаем все правила. На лекциях сидим в масках, у нас дистанция, то есть все меры соблюдаем. Другая группа сотрудников ГАИ и УВД работала на улице, проверяя подъезжающие маршрутные такси на предмет соблюдения санитарных норм при перевозке пассажиров. Видите? Да? Вы предписание в мэрию города знаете? А я их просто говорю, но кто верит? Ну вот переднее сиденье не должно быть у вас вообще. Насадки. Почему вы ее позволяете? Вы не можете дверь заблокировать, чтобы не садить? Затем сотрудники госавтоинспекции Управления внутренних дел продолжили проверку на Сухумском центральном рынке. Здесь есть остановки общественного транспорта по всем направлениям. Согласно новым правилам организации перевозок пассажиров, рассадка людей должна осуществляться в шахматном порядке. Это означает, что каждое сидение рядом с пассажиром должно быть свободным. Однако установленным правилам следуют не все граждане. В замкнутом пространстве распространение данной инфекции вероятность возрастает в разы. Будьте добры, пожалуйста, если садитесь в общественный транспорт или иметь при себе санитайзер или одевать перчатки. Пожалуйста. Уважаемая гражданка, вы находитесь в группе риска. Вы должны сидеть. На этом сидении вы одни. Можете, пожалуйста, вы пересесть. Будьте добры, вы помладше. Пропустит она вас, конечно. Здесь все наглядно для вас, все для вас, все наглядно, все видно. А то тесно очень. И вы, девочка, пожалуйста, давайте и помоложе тоже. Рейдовые мероприятия в основном проходят в часы пик. Сотрудники ГАИ проводят с пассажирами профилактические беседы, призывают граждан к ответственности, проверяют наличие масок, требуют исполнения норм рассадки, соблюдения социальной дистанции. Вы все вот здесь в группе риска, потому что так сидеть нельзя. Понимаете? Ну, подождите, достаточно машин, слава богу. Мы уже оплатили. Сейчас троллейбуса внято, вот в 7 часов вы посмотрите, как маршрутки едут. Даже на голову сажают некоторые. Поняли проблему. Будем дальше с гаражом администрации города с транспортным управлением решать эти вопросы. Но вы должны же осознанность проявлять в свою очередь? Ну, подождите 10 минут, ну, поберегите себя. Ну, вот мы сядем 10 минут, никого нету, а по дороге он набирает и на голову почти стоя еду. И что? А то, какой, что мы в 10 минут ждем. Что касается водителей общественного транспорта, то им предписано в обязательном порядке пользоваться масками и перчатками. В соответствии с распоряжением города Сухума у них у всех должна быть такая рассадка шахматнообразная, к сожалению, которая пока нарушается, в каких-то случаях особлюдается. Ну, я думаю, что еще несколько дней таких мероприятий люди поймут, осознают. Также перед выездом на маршрут, при получении путевого листа в гараже, мы проверили у каждого владельца маршрутного такси, автобуса, троллейбуса, вот есть вот такой путевой лист, если вы обратите внимание, где муниципальное управление санитарной администрации города Сухум-СЭС проводит дезинфекцию, где инспектор ставит свою печать, что он продезинфицировал машину, подпись на путевом листе. Вот мы проверяем, есть ли свежая пометка о том, что сегодня с утра машина была продезинфицирована и выехала на маршрут с учетом этих мероприятий. Распоряжением главы администрации Сухума Беслана Эшба водители должны остановить транспортное средство в случае несоблюдения пассажирами масочного режима. Если же будут выявлены нарушения предписанных правил, то водители подвергнутся дисциплинарному взысканию. Беслан Эшба лично принял участие в рейдовых мероприятиях, проходивших на центральном рынке. Я просто хочу, чтобы вы поняли, это не наш каприз, это забота о вас в первую очередь. Профилактические мероприятия по контролю над соблюдением санитарно-эпидемиологических норм будут проводиться ежедневно во всех районах республики.